Микробиологи и эксперты по тканям рассказали россиянам, как предохраняться от заражения с помощью одежды. Эксперты посоветовали носить вещи из плотных материалов. Способность ткани задерживать вирусные частицы зависит от ее пористости. Наименьшей проницаемостью обладают вещи, изготовленные из габардина, твида, сатина или атласа, а вот трикотаж носить не рекомендуется. Из текстильных полотен малой плотностью обладают трикотажные. Поэтому их носить в период пандемии не стоит, пояснила заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Косыгина Ирина Рыбаулина. Противостоять COVID-19 поможет и фактурность ткани, то есть ее однородность и шероховатость. Такими свойствами обладают махровые и бархатные наряды, а также вельвет, плюш и искусственная замша. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от одежды с молниями и металлическими пуговицами или же регулярно обрабатывать эти детали антисептическими растворами. Установлено, что коронавирус выживает на поверхностях из меди до 4 часов, а на пластике и нержавеющей стали до 3 суток. По приходу домой вещи сразу нужно снимать. Желательно просушить их на солнце, поскольку ультрафиолет является естественным дезинфектором. Стирать одежду рекомендуется при температуре от 60 градусов, тогда вирус погибнет. Эксперты советуют чаще мыть голову и не ходить с распущенными локонами. Попадание загрязненного волоса в глаз или рот может привести к заражению, поэтому при выходе на улицу лучше собирать их в хвост или закалывать. Однако прямых доказательств того, что вирус может перейти с волос на руки, а потом на слизистую, пока нет, рассказал известием доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев. За последние сутки в России зафиксирован всплеск заболеваемости. Выявлено 3388 новых инфицированных. А общее число пациентов приблизилось к 25 тысячам человек. Минздрав предупредил жителей страны об опасности выхода на улицу. Последние исследования выявили, что COVID-19 может передаваться на расстояние до 4 метров. Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях. Медицинский эксперимент прошел в США. Медицинский эксперимент JOE. Корректор А. Субтитров А. diverseпедитров А. Субтитры подогнал «Симон»